Вода Одно из самых загадочных веществ на планете Источник молодости Стихия жизни и страха Залог нашего существования Ей посвящены мифы и легенды Во имя нее воздвигались часовни и храмы Вода дает человеку физическое и моральное удовлетворение Помогает избавиться от стрессов Но иногда близость к ней заканчивается трагедией Я отдыхала на Украине у родственников И мой брат старший стуча себя в игру И сказал, что я возьму сестру с собой Мне было 15 Мы пойдем купаться Я плавала плохо, я его предупредила об этом Он сказал, что нормально, я буду за ней смотреть Все будет хорошо Пошли мы на речку Пошли купаться Значит он меня берет Поплыли, я за тобой смотрю Сейчас до середины, обратно поплывем вместе Мы приплываем на середину реки Он цепляет меня за затонувший баркас Там торчала какая-то штука И начинает с друзьями в нырки играть Знаете, может быть что это такое Они плавают, дурачатся Про меня забыл напрочь Я понимаю, что висеть больше я не могу Отпускаю и начинаю плавать потихоньку к берегу На метров, наверное, 30, не больше А плавала я очень плохо Вот, где-то метра за три до самого берега Я начинаю тонуть Я понимаю, что все сил у меня нет Ничего нет Пытаюсь, значит, выплыть Выплыть сложно, потому что силы кончились еще где-то на полпути По данным Всемирной организации здравоохранения Утопление является третьей по значимости причиной смерти в мире Эта проблема актуальна в каждом регионе земного шара Очень много людей гибнет при купании Вот в этом году, несмотря на то, что не было жарким летом Погибло 59 человек за летний период Человек в воде может попасть в затруднительное положение практически за секунды То, как быстро люди утонут, определяется несколькими факторами Основные из них – умение плавать и температура воды 55% случаев утопления происходит в открытых водоемах в пределах трех метров от берега Местные жители в курсе, что такое бурнский карьер И однажды я со своей мамой отдыхала там Ну, отдыхала, находилась, купались, мы приехали купаться Моя мама плавать практически вообще не умеет То есть это не ее, она максимум, что заходит – в воду по грудь Так вот, когда мы отдыхали на бурненском карьере, я довольная, счастливая Я умею плавать уже достаточно давно Было мне лет, наверное, около 10 А плавать меня отдали учить лет в 5-7 максимум То есть это уже богатый опыт Я даже некоторые, скажем так, соревнования выигрывала Ну, мелкома масштаба, никаких таких прям серьезных Ну, просто в бассейне соревнования, да, бывало, занимала какие-то призовые места Соответственно, я плавать умею Да, я слышала, что бурненский карьер искусственного происхождения с холодной водой И что, возможно, там бывают такие вот, ну, как бы, что люди очень долго не должны плавать Но мы же дети, мы же об этом не думаем Ну, соответственно, плавала я действительно долго Заплыла на середину в какой-то момент И, да, мне свело чем-то типа судороги Я не знаю, как это называть, но я называю это судороги Мне свело судороги ногу На самом деле это панический страх в первые секунды Потому что это, во-первых, это дикая боль А ты находишься в состоянии, когда вот, ну, если ты не контролируешь себя Ты просто уходишь, ну, под воду, это страшно То есть первая, это мысль просто, это удержаться на воде Ну, чтобы, то есть, это нормально Это опыт человека, который, ну, жить хочет Значит, дальше я понимаю, что да Я не смогу доплыть до берега, там, пусть и не очень далеко Там метров 20, может быть, всего Но, тем не менее, в состоянии с одной ногой я не доплыву И я понимаю, что на берегу находится моя мама со своей подругой С детьми, которые еще младше меня, дочками Никто мне помочь не может В окрестностях я еще успеваю оглядеться Никого, по крайней мере, тех, кто способны мне помочь, тоже нет Вторая мысль Пока я это все делаю, пока я огляду, я понимаю, что я держусь на воде У меня не работает одна нога, но я держусь на воде Отлично, значит, дальше моя задача держаться на воде Продолжать это делать Дальше я понимаю, что если я сейчас буду звать на помощь своих То, скорее всего, не дождусь помощи Так как либо моя мама, как все нормальные мамы, линятся за мной спасать меня И мы утонем вместе Либо там я даже не знаю, что предложить Что если она все-таки доплывет до меня И ей там судорогой сведет ногу И, соответственно, она поймет, что у нее под ногами нет дна То я буду ее спасать Это теоретически невозможно практически, тем более Соответственно, я просто приняла решение, что я звать никого не буду Я держусь на воде, отлично Что мне надо? Мне надо восстановить ногу Я стала растирать ногу руками Ну, здесь пригодился мой опыт обучения в бассейне Как есть такое упражнение «звездочка» Когда надо раскинуть руки и ноги Ну, в звездообразном положении, соответственно И при этом просто только дыша, не шевеля ни ногами, ни руками Ты держишься на воде совершенно спокойно Это очень полезное упражнение Которое дети, тем не менее, когда их этому учат Воспринимают, ну, как просто бесполезное занятие абсолютно То есть их заставляют, они делают Но учиться они этому не хотят и не будут Вот я его вовремя вспомнила Что да, вообще-то есть такой способ держаться на воде И вообще с обрубленными руками и ногами То есть это нормально Ну, дальше в этом положении я попыталась растереть все-таки ноги Растирала обе попеременно Потому как я боялась, очень боялась, что у меня сведет вторую И без обеих ног я просто никуда не доплыву Растерла, мамы уже там забеспокоились Моя и, соответственно, ее подругу стали звать Я поняла, что да, силы есть, я держусь Но до них я не доплыву Ближе мне было, соответственно, до малых островов Которые там приблизительно в центре этого карьера Ну, есть там такие места, местные знают До них я таки добралась кое-как И мамы, в принципе, так наблюдали за мной Что да, действительно, во-первых, она очень долго была на одном месте Во-вторых, почему она плывет не к нам То есть мы зовем ее к себе, она уплывает наоборот дальше Ну, как только я вышла на берег То есть я так помахала, со мной все в порядке Я не успокоилась, тихо, мирно Действительно, вопреки распространенному заблуждению Утопающий не кричит и не размахивает руками О том, что человек тонет, вы узнаете по следующим признакам Первое. Утопающий делает слабые, беспорядочные, отрывистые движения Словно пытаясь ухватиться за поверхность воды Второе. Пытается поднять голову, но она погружена Третье. Стремится перевернуться на спину Или плыть в определенном направлении, но безуспешно Я вроде бы какие-то действия совершаю, но ничего не меняется То есть вот я на одном месте И уже ничего, руки, ноги не слушаются Все То есть ты понимаешь, что от тебя уже ничего не зависит Страшно? Спасение утопающего является делом рук не только его самого, но и окружающих Спасителю требуется иметь базовое представление о методах освобождения от утопающего А также правильных методах буксировки Необходимо учитывать погодные условия, расстояние от тонущего до берега, особенности течения Первое, что делаем, это мы сообщаем о том, что мы идем на спасение Второе, мы берем какой-то промежуточный предмет Потому что у утопающего, у пострадавшего может сработать рефлекс Ухватиться за то, что ему первое попадется под руки Это может быть и ваша конечность, и ваша голова, и все что угодно Поэтому пусть это будет бутылка пластиковая, которую на берегу подберете Или какой-то предмет одежды Если вы уже имеете отношение к спасателям У них есть специальные специализированные поплавки для этого Которые нужны для того, чтобы протягивать пострадавшим Но у нас чаще всего такого не будет Поэтому смотрим просто все, что может держаться на поверхности Или какой-то предмет одежды, который не намокнет и не утомет То есть с теплой курткой этого делать не нужно Третье, оцениваем свои силы Важно не только плыть до пострадавшего быстро и красиво А еще и вернуться с ним обратно И это нужно понимать, что у нас и сил меньше, и веса больше То есть у нас на наших плечах будет какое-то еще и пострадавшее тело его Четвертое, мы не боремся за поверхность Частая привычка в спорте, особенно в водном поле Во всех водных видах спорта Держать дыхательные пути над поверхностью воды Пострадавший тоже это старается сделать Он напуган водной средой Она его только что чуть не убила Поэтому он туда не полезет Мы себя контролируем Мы можем и подплыть к нему снизу И даже если возьмем его на транспортировку на себя Не боимся опускать свои дыхательные пути под воду Для нас это не страшно Мы понимаем, что мы сейчас выплывем Еще раз вдохнем И всем поможем При захвате туловища вместе с руками спереди Надо резко, разводя свои руки в стороны, погрузиться в воду Также следует действовать и при захвате сзади Лучший прием для транспортировки пострадавшего В том числе и в бессознательном состоянии Провести руку под мышку утопающего И вытянув руки Взять голову тонущего так Чтобы большой и указательный пальцы рук Лежали на щеках А мизинец и безымянный Под нижней челюстью пострадавшего Так спаситель сможет приподнять лицо тонущего Над поверхностью воды, контролируя при этом его дыхательные пути При паническом утоплении Первые 30-60 секунд Человек может сильно размахивать руками Кричать и барахтаться Но по истечению этого времени Полностью уйдет под воду Заметив хотя бы 1-2 признака Немедленно начинайте спасательную операцию В такой ситуации даже секунда промедления Будет стоить человеку жизни В первую минуту можно спасти около 90% утопленников Спустя 5 минут это уже 1% Поэтому действовать следует быстро и без паники Чтобы с вами не случилась беда Всегда соблюдайте правила поведения на воде Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!